Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы обсудим с вами два термина, творчество и искусство. Термины противоположны, на мой взгляд, именно они противоположны. И мы попробуем вот это вот обосновать, почему это противоположные термины. Но что такое творчество прежде всего? Творчество это создание чего-то качественно, заметьте, именно качественно нового. Творчество производства чего-то небывалого, нового, своего. А что такое искусство? Кстати, это действительно трудно, потому что искусство много определений. Иногда некоторые определения говорят, что это тоже некое творчество, но на самом деле нет. Дело в том, что искусство вообще в принципе не претендует на творчество. Это такая проблемка искусства, потому что его часто сравнивается с творчеством, но фактически оно не справляется с возложенными на него обязанностями, так скажем. Дело в том, что искусство включает в себя ряд классических систем. Ну, например, возьмем, что у нас в искусство входит. Живопись, академическая живопись. Что по сущности есть академическая живопись? Это повторение чуть ли не одних и тех же сюжетов. Это чуть ли не повторение одних и тех же техник. Это повторение всего вообще, всей композиции, всего метода, всего стиля. С некоторыми маленькими упущениями здесь нет качественного творчества. Ну, например, давайте не будем обращаться к искусствоведам, которые легко отличат одного великого художника от другого. Просто вот посмотрев на картины, потому что там какие-то небольшие свои черты у каждого деятеля великого есть. Отличить Микеланджело от, не знаю, другого может быть получиться. А вот у обывателя нет. Вот в чем дело. Когда обыватель посмотрит на две картины двух академических художников, и потом его попросят определить там из десяти картин, какая картина кому принадлежит, скорее всего, они будут определять просто чисто рандомно. И не смогут найти каких-то закономерностей. Не потому, что они не профессионалы, а потому что отличий этих очень мало. Ну, пример, с другой стороны, да. Возьмем неакадемическое искусство, которое уже творчеством на самом деле можно назвать. Например, Сальвадор Дали. А с другой стороны, академический художник. Если мы покажем человеку картину Сальвадора Дали, любую, потом попросим картину академического художника рядом, конечно же, и попросим определить, кому еще картины принадлежат, человек в ста процентах случаев, если он не олигавр, он определит, в общем-то, да, кто нарисовал какую картину. Вот вам явственно, что может показать, что есть творчество, а что есть искусство. Искусство в целом не нацелено на творчество, и оно просто тысячелетиями может существовать в одних и тех же формах. Например, в форме академического искусства или в форме классической музыки. Ну, давайте будем честны, классическая музыка – это очень развитая, очень сложная и техническая вещь. Честно, она потрясающая. Мне тоже нравится классическая музыка, но произведения классических авторов отличаются не так сильно, как могли бы отличаться. Вот в этом дело. Например, Моцарт, несмотря на некоторые нотки такие вот озорные от Бетховена, чем он отличается конкретно, чем он отличается от Бетховена, например. Чтобы человек, который ни разу не слушал Моцарта и Бетховена, послушал по одной композиции, мог определить, какое произведение кому принадлежит. Нет выразительного стилевого отличия. Отличие это может определить искусствовед, который более тонко знает, что вот, например, вот такие вот, не знаю, комбинации звуков более свойственны Моцарту. А вот такие – Бетховен. Там Бетховен больше любил вот это, а Моцарт – это. Действительно, тот, кто много, конечно, это слушает, он будет определять, но это неразительное отличие. Это не поразительное отличие в данном случае. Поэтому я считаю, что творчество и искусство в большинстве своем – это понятия противоположные. То есть искусство в большинстве случаев выступает против творчества. Искусство – это некоторая форма ремесла, так скажем, в котором люди продолжают делать какие-то вещи внутри. Ну, например, литература тоже классическая. Это техника. Это определенная техника, от которой люди чего-то ждут. Это определенное построение текста. Это определенные оставленные акценты, которые считаются важными, ожидаемыми. И редко мы встретим два произведения, которые, именно вот в искусстве, в творчестве, в литературе, как искусстве, например, которые настолько разительно отличаются друг от друга, что прям зиму удаешься. Большинство произведений очень похожих. Искусство – это просто нагромождение банальностей нередко. Награждение красивых банальностей, сложных технических исполнений и выполненных банальностей. Вы можете взять огромное количество произведений, там, не знаю, французов, Пушкина, Лермонтова, кого угодно. Это набор банальностей по отношению к творчеству. Нет, там почти ничего творческого обычно не присутствует. Обычно считается даже творческим просто взять и переписать какую-то иностранную сказку. Великий наш Александр Сергеевич Пушкин переписывал сказки «Братьев Грин». А вот те сказки, которые все читали в детстве, там про рыбака и рыбку, например. Прекрасная сказка, но ее не придумал Пушкин, к сожалению. Она немецкая. Вот так вот. Но это считается искусством. Почему это считается искусством? Ну, потому что важно не то, кто там что-то новое придумал. Вообще совершенно не важно. Это настолько не важно для искусства, что искусство даже критикует людей, которые постоянно выдумывают что-то новое, при этом не выучиваясь чего-то старого. Да, искусство это такая репродуктивная вещь, абсолютно репродуктивная вещь. Людям искусства важна вот эта вот именно преемственность. Ты можешь, например, в балете, как Цискоридзе какой-нибудь говорит, ты должен сначала перед тем, как придумывают новые танцевальные движения, изучить всю старую школу. Должен стать вот мастером во всей старой школе. А смысл? Ну, это же... Это просто не логично, на самом деле. А что за дурацкое требование? А если ты хочешь выдвинуть новое положение в какой-то сфере, ты должен изучить все положения в этой сфере. Да это невозможно, на самом деле. Но, на самом деле, Цискоридзе имеет в виду именно классический балет, конечно. Классический балет. Ты должен выучить все движения классического балета, которые ему нравятся. А те движения танцевали, которые ему не нравятся, там брейк-данс, который он танцевать вряд ли сможет, там свои своеобразные, вообще-то, физические усилия нужны для этого. Их ты знать не должен когда-то. Вот и все. А то, что в творчестве вообще все может развиваться в абсолютно разных направлениях, людям обыкновенно наплевать. Людям искусство, прежде всего. У них есть свое направление. И в искусстве этих направлений не так уж и много. Ну, вот именно признанных искусством. Ну, вот, например, с другой стороны, кино, опять же. У нас есть такое своеобразное, своеобразное такое глубокое, якобы, да, арт-хаусное кино. Вот это искусство. Вот оно, искусство. А какой-нибудь модный сериал киношный в духе «Мстители» это уже, типа, не искусство. Хотя, на самом деле, на самом деле, «Мстители» на протяжении многих лет вся эта киноэпопея вносила много чего нового, интересного. Особенно визуальную составляющую. Ну, то есть, да, искусству плевать на что-то новое, на новые техники, ему тоже обыкновенно плевать. То есть, определенная традиция, это и есть искусство. Искусство – это традиция. А творчество по определению традицией являться не может. И в этом их главный конфликт. Поэтому заключается фундаментальное их противоречие. И поэтому люди искусства против творчества зачастую. А люди творчества зачастую против искусства. Потому что это просто противоположные, несовместимые вещи, которые при этом борются в целом за одну и ту же сферу деятельности. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Я, кстати, выступаю за творчество. Ну, в 21 веке, опять же, вернулись те тенденции средневековые, так скажем, эпохи или эпохи возрождения, где все было монолитно. Более монолитно, чем сейчас. Еще раз восьмикратно с вами прощаюсь. Уже дважды восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok